Спасибо, Хору, за исполнение. Спасибо президенту Нельсену. За несколько дней до того, как Иисус Христос отдал за нас свою жизнь, он был в храме в Иерусалиме и наблюдал, как люди кладут пожертвования в храмовую сокровищницу. Многие богатые клали много, но потом пришла одна бедная вдова и положила две лепты. Это была столь мизерная сумма, что ее, наверное, и учитывать не стоило. И все же, это вроде бы незначительное пожертвование привлекло внимание Спасителя, оно произвело на Него такое глубокое впечатление, что, подозвав учеников Своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка Своего, а она от скудости Своей положила все, что имела, все пропитание Своё». Этим простым наблюдением Спаситель учил нас тому, как оцениваются приношения в Его Царстве. И это разительно отличается от того, как мы обычно что-то оцениваем. Для Господа ценность пожертвования измерялась не тем влиянием, которое оно производило на сокровищницу, а тем, какое оно производило на сердце жертвователя. Через похвалу этой верной вдове Спаситель дал нам критерий для измерения нашего ученичества во всех Его многочисленных проявлениях. Иисус учил, что наше приношение может быть большим или маленьким, но в любом случае оно должно исходить от всего сердца. Этот принцип находит отзвук в мольбе пророка Амаликия из книги Мормона. «Я хотел бы, чтобы вы пришли ко Христу, который есть Святой Израилев, и приняли Его спасение и Его силу искупления. Да, придите к Нему и принесите всю душу Свою, как приношение Ему». Но как это возможно? Многим такая норма беззаветной приверженности кажется недостижимой. Мы уже и так разрываемся на части. Как нам уравновесить эти многочисленные требования жизни с нашим желанием отдать Господу всю душу? Возможно, наша проблема в том, что мы думаем, будто равновесие предполагает равномерное распределение нашего времени между конкурирующими интересами. Если воспринимать его так, то приверженность Иисусу Христу была бы одной из многих задач, которые надо вписывать в напряженный график. Но, может быть, его можно воспринимать иначе? Мы с моей женой Харриет любим вместе кататься на велосипедах. Это прекрасный способ упражняться физически и проводить время вместе. Пока мы едем, и я еще не слишком тяжело дышу, мы наслаждаемся прекрасным миром вокруг и даже ведем приятную беседу. Нам редко приходится уделять внимание сохранению равновесия на велосипедах. Мы катаемся давно и даже не думаем об этом. Для нас это стало нормальным и естественным. Но когда я вижу, как кто-то только учится кататься на велосипеде, то вспоминаю, как непросто удерживать равновесие на двух узких колесах. Для этого требуется время, требуется практика, требуется терпение, требуется даже упасть разок-другой. Главное, что те, кто научился сохранять равновесие на велосипеде, усваивают эти важные правила. Не смотреть на ноги, смотреть вперед, следить за дорогой перед собой, думать о том, куда едешь, и крутить педали. Чтобы сохранять равновесие, необходимо двигаться. Это верно и в случае поиска равновесия в нашей жизни, жизни учеников Иисуса Христа. Распределение времени и энергии между множеством важных задач варьируется от человека к человеку и от одного периода жизни к другому. Но наша общая главная цель – следовать по пути нашего Учителя Иисуса Христа и вернуться в присутствие возлюбленного Отца на небесах. Эта цель должна быть неизменной и последовательной, кем бы мы ни были, и что бы ни происходило в жизни. Для опытных велосипедистов сравнение ученичества с ездой на велосипеде может быть подходящей аналогией. Для остальных, не беспокойтесь, у меня есть еще одна аналогия, которую наверняка поймут и мужчины, и женщины, и ребенок. Ученичество, как и многое в жизни, можно сравнить с полетом на самолете. Вы когда-нибудь задумывались, как удивительно, что огромный пассажирский лайнер может оторваться от Земли и полететь. Что заставляет эти летательные аппараты элегантно парить в небе, пересекая океаны и континенты? Если по-простому, то самолет летает только тогда, когда воздух обтекает его крылья. Это движение создает разницу в давлении воздуха, которое придает самолету подъемную силу. И что же требуется, чтобы крылья обтекала достаточно воздуха, и появилась подъемная сила? Ответ — тяга. Самолет не наберет высоту, стоя на взлетно-посадочной полосе. Даже в ветреный день подъемная сила не возникает, если самолет не движется вперед с достаточной тягой, чтобы противодействовать сдерживающим его силам. Точно так же, как движение вперед удерживает велосипед в равновесии и вертикальном положении, движение вперед помогает летательному аппарату преодолевать гравитацию и лобовое сопротивление. Что это значит для нас, учеников Иисуса Христа? Это значит, что если мы хотим найти равновесие в жизни, если мы хотим, чтобы Спаситель вознес нас к небесам, то наша приверженность Ему и Его Евангелию не может быть случайной или проявляющейся лишь от случая к случаю. Подобно той вдове в Иерусалиме, мы должны отдавать Ему всю свою душу. Наше предношение может быть скромным, но оно должно исходить от сердца и души. Быть учеником Иисуса Христа – это не просто что-то делать помимо других дел. Спаситель – движущая сила всего, что мы делаем. Он не остановка для отдыха в нашем пути. Он не живописный переулок и даже не главная достопримечательность. Он – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Это путь и наша конечная цель. Равновесие и подъемная сила приходят, когда мы продвигаемся вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А как насчет многих задач и обязанностей, делающих нашу жизнь такой загруженной? Проводить время с близкими, ходить в школу или овладевать профессией, зарабатывать на жизнь, заботиться о семье, служить обществу. Куда все это вписывается? Спаситель заверяет нас. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и праведности Его, и все это приложится вам. Но это не значит, что это легко. Для этого требуется и жертва, и посвящение. Для этого нужно от чего-то отказываться, а что-то пестовать. Жертва и посвящение — это два небесных закона, которые мы обязуемся соблюдать в Святом Храме. Эти два закона похожи, но не одинаковы. Жертвовать — значит отказываться от чего-то ради чего-то более ценного. В древности Божий народ приносил в жертву первородных из Своих стад в честь грядущего Мессии. На протяжении всей истории верные святые жертвуют личными желаниями, удобствами и даже своей жизнью ради Спасителя. У всех нас есть что-то большое и малое, чем мы должны жертвовать, чтобы более полно следовать Иисусу Христу. Наши жертвы показывают, что мы в действительности ценим. Жертвы священны и почитаемы Господом. Посвящение отличается от жертвы по крайней мере одним важным аспектом. Когда мы что-то посвящаем, то не оставляем это для сожжения на алтаре. Напротив, мы используем это в служении Господу. Мы посвящаем это Ему и Его святым целям. Мы получаем таланты, которые Господь дает нам, и стремимся многократно приумножить их, сделать их более полезными в созидании Царства Господнего. Мало того, мало кого из нас когда-либо попросят пожертвовать жизнью ради Спасителя, но всем нам предлагают посвятить Ему свою жизнь. Когда мы стремимся очистить свою жизнь и обращаемся ко Христу в каждой мысли, все остальное начинает становиться на свои места. Жизнь уже не кажется длинным списком отдельных усилий, удерживаемых в шатком равновесии. Со временем все становится одной работой, одной радостью, одной святой целью. Это работа любви к Богу и служение Богу. Это любовь к Божьим детям и служение им. Когда мы смотрим на свою жизнь и увидим сотню дел, которые нужно сделать, то чувствуем себя подавленными. Когда мы видим что-то одно, любовь к Богу и служение Богу и Его детям, сотни разных способов, тогда можем сконцентрироваться на всем этом с радостью. Вот как мы предлагаем всю свою душу, жертвуя всем, что нас сдерживает, и посвящая остальное Господу и Его целям. Будут времена, когда вы будете сожалеть, что не смогли сделать больше. Ваш Отец на небесах знает ваше сердце. Он знает, что вы не можете сделать всего, чего хочет ваше сердце. Но вы можете любить Бога и служить Ему. Вы можете стараться соблюдать заповеди, можете любить Его детей и служить им. И ваши старания очищают ваше сердце и готовят к славному будущему. Именно это, кажется, понимала та вдова у храмовой сокровищницы. Она, конечно, знала, что ее приношение не изменит судьбу Израиля. Но оно могло изменить и благословить ее Саму. Ибо эта малость составляла все, чем она располагала. Итак, мои дорогие друзья и возлюбленные соученики Иисуса Христа, давайте не будем унывать, делая добро, ибо мы закладываем основание великого дела. Из наших малых дел произойдет великое. Я свидетельствую, что это истина, как и то, что Иисус Христос наш Учитель, наш Искупитель и наш единственный путь обратно к любимому Отцу на небесах. Восвященное имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok